Звонит Наталья и сестре, чтобы сказать, ты, если что, не приходи. А я говорю, да она сейчас придёт и скажет, как я люблю эту погоду. И точно, слава богу. Знаете, я... Сейчас переводчика подождём. Я сегодня сон видела. Я хочу сначала напомнить, все были на проповеди пастора Геннадия, когда он говорил основные тенденции евангелизма XXI века. Всички ли се вспомнят от проповеда на пастора Геннадии? А как она? Современные тенденции на евангелизация. Помните три момента Сильной Церкви? Сестватели се за три момента на Сильната Церква? А кто не смотрел проповедь, пожалуйста, посмотрите, потому что, в принципе, это видение, которым движется Церковь сейчас. А който не е виждал тази проповед, шти помоля да погледнат, защото това е и... Видение. Видение. Видение, да? На болгарском. Това е виждание на една Церква. На наша. На нашата Церква. Посмотрите, хорошо? Я потом вернусь еще к этим. Вспоминайте пока там три основные момента были. Сещайте се сега за тези три основные момента. Аз после ще ви расскажа. Вот. Ну, я хочу сказать, что после этого сна я немножко другая проснулась. Искам да ви кажа, че след този сон съвсем малко по-различно се събудих. А помните сказку о Пушкина, когда выходила Черноморец с армией своей из моря? Помните эту картинку? Да, кто смотрел. А как это будет? Читали? Черноморец. Черноморец. Да. Приказка-то Черноморец. Да, да. Черноморец. Черноморец как-то излизали. Да, там выходит, значит, Черноморец и за ним из моря следом, да, выходят, выходят там, да, конца и края нет. В общем. Излизат Черноморците от морето и... Черноморец. Черноморец. И след него. Да, и за ним армия, армия идёт, идёт. И след то ворвят войниците след него, излизат и излизат, ворвят и ворвят. Ну, как будто бы из ниоткуда выходят. Всякое, что никогда не са излезли. Да, и я вижу сон такой. Я свиждам този сон. Что идёт пастор Дэвид. Ну, кто был на Трез Диасах, тот знает его, да? Че ворви пастор Дэвид, кой-то был на Трез Диас, го познава. Но он не из моря, а вот так из-под сопки выходит. Но не от морято, а от под... Сопка. Да, я не знаю, как это. Ну, кто вот... Мазата. У нас в Казахстане сопки, да, назывались. Ну, а это не гора, но такое небольшое возвышение. Не сопли, сопки. Сяка шеут планината. Се воздига? Да. И он один идёт, потом за ним, знаете, как этот клином, ещё и ещё и ещё. И той ворви сам, и от него нататок още и още в стране ворвёт хора. И там конца и края нет. И няма край на тези хора. Ну, и я вижу, что эта армия идёт. И я свиждам, че това ворви армия. Вот. И они подходят к нам с Геннадием. И те идват при нас с пастором Геннадий. Ну, и там просят о определённых вещах. И молят за определённые неща. Ну, это как определённое задание. Он говорит, я не могу это сделать. Всякаш определённая задача. Всякаш определённая мисия. Да, я не могу это сделать, да, но прошу вас. Не могу да го направим. Моля, вие да го направите. И я была очень впечатлена вообще в армии, которая идёт сзади. И знаете, я понимаю, что христианство – это очень серьёзно. Я сразбирам, че христианството е нечто много серьёзно. И мы вот сегодня с пастором Саймоном разговаривали. И днём сговорихме с пастором Саймон. И я вспомнила, как где-то 7 лет назад к нам приезжал из Китая один кореец американский. И а с этих, как преди 7 години, при нас и идвал кореец, който е пастор от Америка. Американский. Американский кореец, который живёт в Китае. Американский кореец, който живёт в Китае. Он давно живёт там. Да, и они с Павлом познакомились в Китае. И он, когда узнал про нашу церковь, говорит, можно я приеду? И когато я разбрал за нашу церковь, не попитал, дали мога и аз да дойда. И мы говорим, да, конечно. И не казваме, да, разбира се. У нас много, кто к нам хочет приехать. Има много хора, които искат да дойдат при нас. Но мы не ожидали, что через 3-4 дня он будет уже в Арне. Но не очаквахме, че след 3-4 дни ще е в Арне вече. Вот. И он рассказывает, что я бизнесмен. И у меня есть видение. И аз имам едно виждание. О, да. Ну, я, может быть, думаю, кто-то слышал, но я ещё раз повторю. Може би някой е чувал, но аз пак ще го повторя. Он говорит, я верю, что последнее пробуждение Оно пойдёт со стороны Китая Ще върви от страната на Китай По странам Из страните Которые заканчиваются на стан Които завершат на стан Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан Афганистан, Азербайджан Да, и в основном все эти страны Постсоветского пространства И Бог будет использовать русскоговорящие церкви И в основном эти страницы постсоветские Да, и когда он узнал, что здесь тоже есть русскоговорящая церковь И когда ты разбрал, что тут есть русскоговорящая церковь Да, и пастор кореец И пастор и кореец Ещё и врач китайской медицины И лекар на традиционной китайской медицины Он всё повторял Amazing, amazing И то и все повторял Amazing, amazing Да, вот Он очень активный Но через два года мы узнали, что Его в Китае взяли и посадили в тюрьму Ну да, как иностранцы, распространяющие Евангелие Като чужденец, который распространял Евангелие Да, ну у нас связь с ним прервалась Не знаю, что сейчас с ним Не знам, какво се случва со с него сега Но кто ездил на Тресдиас, тот знает, да, что Что тоже пастор Дэвид и у него есть видение Это Че пастор Дэвид има виждане Развитие миссионерского движения Това виждане развитие на миссионерском движении Для евангелизации в окне 10.40 За евангелизация на прозорице 10.40 Ну это параллель, да, знаете, 10.40 Это страны неохваченные, ещё неевангелизированные Параллель Да, я не знаю, как параллельно Говори параллель Как параллель Это параллель между 10.40 Это страны, которые не имеют доступ к Евангелии Да, это в основном мусульманские страны И в том числе Северная Корея И ты из-за страны, что такая включивает и Северная Корея Вот, и знаете, я проснулась вообще с ощущением того, что Вы знаете, ну, церковь, она будет подниматься как армия Ну, по крайней мере, в Болгарии её это предназначение Да, ну, потому что мы на границе с Турцией И ещё мне вспомнилось, недавно пастор Андрей сказал Ну, если мы армия, да И воины Да, ты такое сказал Ты, может быть, сказал и не заметил, да Ну, вообще, воина Задача воина Это что? Задача-то на един войник как воя Наступать А предназначение Защищать И если нужно Жизнь положить Жизнь положить, да? Да Ну, это пастор Андрей сказал Да, ты такое сказал Да жертва живота си А кое нужно, да жертва живота си Ну, может, ты в духе сказал, да Я задумалась Ну, пастор Андрей сказал Я себе мысли на то, что это пастор Андрей сказал Знаете, вот христианство сейчас очень от мира идёт влияние Наслаждайся Сега ворви вверху христианство Отно влияние на света Да Да От света в христианство, да 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 Наслаждайся, люби себя Да Да си наслаждаваш, да обичаш себе си Балуй себя Да 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 Ну, да, когда перерыв, можно это сделать Но когда армия идёт наступление Когато Почивка, може да се направи Но когато армия ворви наступлението Знаете, написано, нет больше той любви, если кто положит душу свою за близких своих, да? За друзей, да? Пищечень Нет больше той любви, если кто... Няма погуляема любовь от тази И если кто душу свою положит за друзей свои За друзей свои За свои приятели А Иисус что сделал? Иисус какво направил? Что сделал Иисус? Он душу отдал, тело, всего себя То есть дал за нас душата, телоту, целия себеси А наша любовь в чём заключается? А наша любовь какво се проявява ко Мнигу? Аминь Продолжайте Да продолжавам и Неговите дела И я думаю, в послушании, да? В исполнении воли Его В послушанието, в исполняването на воля Та Му Вот Поэтому я думаю, что Бог так... Ну, вот через этот сон меня очень хорошо встряхнул И аз мисля, че через този сон Бог ми е много добре разтрсял животами И сейчас вернусь к той проповеди, да? И сега ще се върна и к тази проповед, която споменах в началото Помните эффективность церкви? Первое, это... Это была молитва Знаете ли, мы, когда переехали сюда Знаете ли, никуда се изместихме тук? За нас молилась церковь в Казахстане И я знаю, что, ну, без поддержки молитв мы бы, ну, просто не справились Я знам, че без подкрепата на молитвата не бяхме се справили И мы говорили то, что когда мы приехали в Америку, мы узнали, что две церкви молятся за нас И ние, когато путавахме за Америка, там разбрахме, че още две церкви се молят за нас И мы решили начинать утренние молитвенные служения здесь в церкви И не решихме, да започнем с утрешната молитва тук в церквата Да, на которой мы молимся также и за развитие миссионерского движения Но когато не се молим и за развитие на миссионерскому служению Потому что второй пункт успешной церкви За что это второй пункт на успешна церкви Это отправление миссионеров Кто не может быть миссионером Кто не может быть миссионером Спонсирует миссионеров Аминь Аминь И третий пункт И мы, кстати, на утренних молитвах молимся и за миссионеров И за развитие И за развитие миссионерского движения И за развитие на миссионерском служении И за мусульманские страны Как вы думаете, мы уже воюем? Мислите ли, че вече воюваме? Аминь Аминь Поэтому я призываю приходите За това аз призывавам всички С пол седьмого утра мы здесь молимся Да идват тук шесть и половина Ни тук се молим Второй момент миссионеры Слава Богу, от нашей церкви уже идут миссионеры Второй момент са миссионерите Слава на Бога, че вече от нашата церкви има миссионери Готови идти в мусульманские страны Които са готови да отиват в миссионските страни И на нас вышли, мы познакомились в Стамбуле с одной парой И ние се запознахме в Истанбул с една двойка Они тоже в Иране миссионеры Тисо, что са миссионери в Иран И просят помощь для одной женщины Которая тоже хочет идти с ними И молят помощь для една жена Коя то иска да върви в состях Допутува состях да и закупит билет Я думаю, что честно было бы Чтобы мы все знали вообще, что происходит Потому что мы тут собираемся Нам здесь тепло, классно Я смысля, че честно всички да знаят Как вас и случва тук Защо от них тук се собираем На нас не е топло, готину не Да, и я думаю, что мы выделим Да, финансы будем выделять На миссионерское движение Да, Саша, графу внесем На миссионерское служение развитие Аминь И третий пункт какой был, напомните Возвещать Слово Божие и изучать Да изучаваме Божие то Слово Поэтому каждое воскресение Зато всяка неделя Я еще раз напоминаю У нас после служения обед А потом библейский час След служение то имаме обед И след това час на Библиято Потому что Слово Божие Это что? У нас хоть и задание было Выучить этот стих Из писания Слышно даже имахме задача Да научим този стих Слово Божие Оно живо И действенно И что это? Это меч Обоюдоострый Который Который Които? Острее Коитое поострое? Да, который острее меча Обоюдоострого Который проникает До разделения души И духа Составов и мозгов И Выучить надо было Давай переводи Находи И что? Задание было Библейском курсе И проникает до составов и мозгов И судит помышления И намерения Сердечные Почему нам нужно знать Слово Божие Если мы вступаем На тропу войны То Слово Божие Необходимо нам Слово Божие Необходимо Знаете Может быть кажется Да я уже все знаю Но тем не менее Но вопреки това Важно Еще и еще раз И важно Ошти и ошти Углубляться в Слово Божие Да се задолбочаваме В Божието Слово Поэтому дорогие Давайте будем Не будем спать Затова дорогие мои Да не спим Да мы здесь Если вы думали Что вы поехали Я как-то одной сестре сказала Она говорит Я думала Я поехала на море Чтобы отдыхать Жить здесь И една сестрава Одна ще казала Аз мыслях Че тук дойдух На море за почивка Чтобы жить На море Солнышко Отдыхать Ребят Нам нужно не забывать Какая у нас миссия Что Бог нас здесь Собрал Не только для того Чтобы мы Наслаждались Морем и Солнцем Аминь Аминь Хорошо Поэтому пожалуйста Приглашаем На молитвенный Утреннее служение За това Это молитвенная брань Това е молитвенная битка Среда у нас вечера Молитвенное служение В среду имаме вечерто Молитвенное служение И каждое воскресенье После собрания Разбор Слова Божьего И всяка неделя След служението Мисление варху Божьего Слово 7 декабря Это будет след Через полторы недели Четверг Да, мы три церкви Собираемся на вечер хвалы И поклонения Три церкви Собираем на вечерто На хвалението И поклонението На сливнице 48 Мы еще напомним На сливнице 48 И пожалуйста Приходите Потому что мы приходим Не только послушать прославление И моля Да дойдите Ни за что-то идем Не само Да послушаем И хвалението А что мы будем делать? А какво Жте правим? Мы будем Участвовать в прославлении Мы будем Наступать на врага Мы будем Разрушать Замыслы дьявола Поэтому Я вас вдохновляю Не время спать Хорошо? Добре? Да, я передаю Стасе Я не буду говорить Миссию Которая Возложена на нас Я думаю Потом Когда-нибудь скажу Всем привет Здравейте нам всички Меня зовут Стасия С кем я еще не знакома Кто еще не знает меня Сказывается, Стасия А кто-нибудь Что не меня познала Я очень-очень рада Снова быть здесь Это уже третий раз Когда я приезжаю в Болгарию И много с радом На самтуг Два вечера Третий пыль Куда-то самтуг Я снова С немного Сумасшедшим Свидетельством И историей Луду свидетельство И история В общем Все как обычно Всичку как-то Обикновену Я все думала С чего начать И я вспомнила Что на самом деле Когда в прошлый раз В начале лета Я уезжала с Болгарию И возвращалась домой Я как обычно Не знала Что я буду делать дальше Я говорю Окей, Господь Что мы делаем дальше Куда мы идем И удивительно Как уже на обратном пути Бог сказал мне Что мы делаем дальше И так я подала На визу В Германию И мне просто Невероятным чудом Дали дългосрочную визу Это просто Огромное чудо На самом деле И я подадила документите За виза в Германия И ми дадоха Дългосрочную визу И в прошлом сентябре Я приехала И начала проходить Шестимесячную Миссионерскую школу Ученичества И заплачнули Минах школа На шесть месяцев За миссионерскую учение Есть такая Огромная организация Молодежь с миссией Они У них филиалы И базы Почти в каждой стране уже И твая огромная Организация Молодежи с миссией И наш главный слоган Это Знать Бога И делать Его известным И Наш ту моту Это Знаем Бог И да го правим Поизвестен И именно поэтому Огромная часть Уделяется тому Что Очень много школ И можно пройти Очень много разных школ Направленные на разные Служения И Да И вот я прошла Первую Шестимесячную школу И уже в конце говорю Окей Бог Что мы делаем дальше И Бог сказал мне Пройти другую школу Это Трехмесячная Школа Библейская И Бог мне Казал На Три Месяца На Обучение На Библия И Это Полностью Изменило Мою Жизнь На самом деле Потому Что Как сказала Наталья Это Слово Оно Живое И Оно Меняет Нас И Это Было Очень Интенсивная Школа Потому что За три месяца Мы Прошли Всю Библию То есть Утром У нас Было Две Лекции Потом Три Часа Каждый День Мы Читали Библию И Еще Плюс Домашнее Задание Каждый День Но Наверное Самое Больное Что Я Пережила Или То Что Меня Так Сильно Коснулось Это То Что Я Почувствовала Боль Бога Что Мы Его Дети И Мы Не Знаем Его Слово И Най Болезненно Коэто У Сетих Беще Че Приживях Бога На Бог Че Нес Медицатому И Не Познавам Слово Тому И Я Поняла Что Я Была Верующей Всю Свою Жизнь Но Я Очень Мало Знала Библии И Это Было Очень Удивительно И Это Просто Поменяло Всю Мою Жизнь Увидеть Бога Какой Бог На Самом Деле Через Всю Библию И Увидеть Библию Как Одну Картину Это Удивительно И Видях Бог Через Ця Эта Библия И Успях Давиде Библия Докатует На Ця Картина И Такое Одно Огромное Свидетельство Это То Что Когда Бог Сказал Мне Пойти В Эту Школу Я Говорю Господь Ты Понимаешь Что Я Уже Полгода Нахожусь В Другой Стране Я Не Работаю У Меня Не То Что Нет Денег Вот Сейчас Заплатить Или Купить Себе Еды А Это Школа Которая Стоит 2300 Евро За Три Месяца И Бог Сказал Что Он Заплатит Я Пошла В школу И Школа Уже Подходила К концу И У меня Все Еще Не Было Всей Сум У Ти Дух В Таз Школа И Веч Веч С Веч Школа Тов Бач Не Мах Парив Все Ож Ти Это Знаете Наше Человеческое Такое Блин Вообще Че Делать Твое Чувешку Я Свеч Притесняла Не Знам Как Водоправе И Вроде Бо Я Знаю Что Бог Сказал Он Заплатит Но Че То Он Не Платит И Вот Школа Закончилась И Большая Часть Школы Не Оплачена И Мне Дали Сроки До Конца Этого Года Мне Нужно Было Заплатить Всю Оставшую Сумму А На Тот Момент Было Полторы Тысячи Евро Мне Надо Было Еще Заплатить И У Меня Такое Знаете Вообще Типа Я Стараюсь Говорю Нет Господь Ты Заплатишь У Мне Нет Другого Выбора А Че Я Стараюсь Да Не С Газом Господи Ти Ты Заплатишь Няма Друг Избор И Он Заплатил То Я Платил И Если Мне Уже Казалось Что Все У Мен Долг Все Уже Поздно Уже Так Неудобно Перед Школите Бог Никогда Не Опаздывает Бог Никога Не Заказнява Он Всегда Вовремя Винаги На Время И Это Был Еще Один Урок Доверять Ему Еще Больше И Полагаться Не На Мои Сили Там О Где Я Найду Деньги Потому Что Спросите Меня Где Я Взял Эти 2300 Евро За Школу Питайте Ме Къде Взех Тези 2300 Евро За Школата Я Вам Не Скажу Потому Что Сейчас Я Уже Не Могу Поняти Как Так Все Сложилось Защото Сега Не Мога Да Разбирая Как Така Всичко Се Случвало Слава Богу Вся Ему Слава Он Держит Свое Слово Слава Бог Винаги Спазва Думите Си И Вот После Школа Я Снова Горю Господь Что Мы Делаем Дальше И След Школата Пак Питам Господи Какво Правим Сега Кто Знает Меня Это Последние Мои Два Года Примерно Так И Бог Положил Мне На Серце Вернуться На Предыдущу Базу Куда Изначально Я Приехала И Бог Ме Каза Да Се Върна В Предишната База В Която Се Учих Начало Потому Что Каждая База В Каждая Стране Она Как Б Специализируется На Чем То Конкретном То Есть На Какой Конкретной Миссионерской Работе И Вот Эта База У Нас Стена На Которой Написан Стих Из Библии Это Притча 31 8 Там Написано Говори За Тех Кто Не Может Сказать Сам За Себя Для За 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 Б Б Б Б Б Б Б Б За Эти Годы Были Разные Страны Ирак Иран Афганистан Сейчас Это Украина И Мне Если Честно Было Очень Тяжело Возвращаться Обратно На Эту Базу По Многим Причинам Ну Это Знаете Когда Ты Или Послушный Богу Или Нет Другого Варианта Нет Между И Буквально Перед Приездом Сюда У нас Были Тоже Молитвенные Мы Вставали Только В 4 30 Чтобы С 5 Начать Молитву До 7 И Преди Да Дойда Тук Не С Утрешние Молитвы Обаче Забуждах Молитвы В 4 Половина За что Имах Молитвы В 5 И У меня Было Такое Откровение Что На самом Деле Это То Что Сейчас Я Делаю Я Я Я Я Я Я Я Голосом Тех Кто Не Может Говорить И Аз С Мисли Час Този Глаз На Тези Кои Не Могат Да Говорят Сега Потому Что Сейчас Там В нашем Городке На Бази Большое Количество Украинцев Большое Количество Русскоговорящих За что То В Наш База Сега Много Украинцы Много Русскоговорящих Хора И Просто Представьте Такая Ситуация Что Врачи Они Они Просто Не Принимают Людей Которые Не Говорят По Немецки И У Которых Нет Переводчика То Представьте Ситуация Вам Нужна Помощь У вас Проблема Со Здоровьем Но Вы Не Можете Сходить К Врачу И Вот Середина Лета Как Я Почти Вернулась Это Почти Моя Самая Основная Работа Я Просто Каждый День Хожу По Врачам И Помогаю С Ходя По Лекар И Помогам С Превода И Это Сам Очень Нелегка Работа Потому Что Казалось Б Германия Там Все Должно Быть Вот Так Нет Есть Две Вещи В Германии Которые Никогда Не будут Работать Нормально Это Поезда И Врачи И Лекар Не Важно Есть ли У вас Направление Или Время Приема Не Важно Дали Имате Направление Или Запазен Час Всегда Нужно Будет Ждать Несколько Час Чтобы Попасть На Прием Винаги Ще Чекате Няколко Часа Да Утидете При Лекар Бог Учит Меня Терпение Но Да На самом Деле Все Это Очень Нелегко Всъщенно Всичко Това Не Лесно Но В среду Например Мы Пели Такую Песню Там Были Такие Слова Что Пусть Огонь На Винаги Гури И В Библии Написано Что Мы Храм Божий И Мы Священники А Значит Что Мы Должны Каждый День Приносить Жертву Богу И Это Значит Что Это Наша Задача Чтобы Огонь На нашем Алтаре Все Время Горел И Вот Эту Жертву Которую Мы Приносим Богу Это Может Быть На Самом Деле Что Угодно И Жертву Я Чувствую Как Моя Жертва Сейчас Это Вообще Вся Моя Жизнь Я Понимаю Что Сейчас Я Не Живу Для Себя Это Очень Тяжело Это Каждодневная Жертва Выбирать Быть Послушной Богу И Следовать За Ним Это Жертва Доверять Ему В Своем Каждом Дне Я Всегда Говорила Господь Я Лучше Буду Жить Не В Комфорте Но Нуждаться В Тебе Каждый День Чем Жить В Полном Комфорте Име Все Что Нужно И Не Нуждаться В Тебе Поэтому Да Мое Такое Слово Сегодня Что Наверное Да Мы Должны Смотреть Что Мы Можем Принести Богу В Жертву И Делать Это Каждый День И Такая Заключительная Фраза Которая Я Живу Наверное Уже Последние Несколько Месяцев 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 И Последний Израз Кой Тоже Кажа С Кой Живее Вече Няколко Месяце Мы Должны Жить Так Как Будто Иисус Может Вернуться В Любую Секунду Но При Этом Иметь Видение Как Мы Будем Жить Если Он Не Вернется Еще Тысячу 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 Лет Ако Няма Да Хочу Конечно Поблагодарить Вас Потому Что Там В моем Городе Я Как-то Потеряла Свою Церковь Потому Что У меня Случился Такой Огромный Скачок И Я Уже Поняла Что Я Не Разделяю Многи Моменти В Своя Церкви И Искам Да Благодаря На Вас В Моя Град Вече Малко Изгубих Церквата Ми Защото Имам Бърз Духовен Рыст Имам Няко Неща В Церквата Които Не Съгласна С Тях И Еще Два Года Назад Кога Приехал Первый Раз в Българию И Уже Поняла Что В Моя Как бы Родная Церковь И Още Преди Две Години Когато Дойдох Тук Разбрах Че Вие Сте Моята Церква И Даже Если Я Не Могу Бъть Здесь Все Время Я Там Инстаграм Веду Все Время Слежу За Вами Водя Церковния Инстаграм И Ви Следя Шпион Вот Или Там Просто С Ребятами Поддерживаю Отношения Связь Или Поддержим Вриската С Хорат Тук С Приятелем Или То Как Вы Поддерживаете Меня Это Все Дает Такую Уверенность У меня Есть Церковь На самом Деле И Последний Раз Когда Вы Собрали Мне Деньги Я Просто Сидела Ревела Потому Что Меня Это Очень Сильно Коснулось Это Такое Когда Кто Стоит За Тобой И Поддерживает То Что Ты Делаешь И Последняя Подготови Я Собрал Пари За Мен За Моя Эмиссия Аз Ревах За Что Усеш Так Чим Подкреп От Мен И Някую Подкреп Поэтому Спасибо Большое Благодаря Многу Очень Рада Быть Здесь Очень Грустно Уезжать В этот Раз Вообще Коротко Многу Средавно Сам Тук И Столько Таких Свидетельств Как Бог Заботится И Да Просто Проявлять Свою Любовь Через Других Людей Да Приятели Ты Купих Мой Билеты И Я Можем Можем Дойти Сама И Виждем Как Бог Проявляет Свою Любовь Через Коротко Поэтому Когда Мы Отдаем Богу И Приносим Ему Жертву Мы Можем Уверены Что Бог Он Он Видит Это Он Знает Наше Сердце Он Вознаградит Нас И Бог Виждет Всичко Твое И Той Не Вознаграждало Да Слава Богу За Все И Вам Спасибо Спасибо Не знаю Как Вас Но Меня Ася Очень Вдохновляет